Здравствуйте! Это новости на ННТ в студии Махач Курманов с последними событиями к этому часу. Коротко о главном. Ковид не пройдет бесследно. Мемориальный комплекс, символизирующий подвиг ученых и врачей, боровшихся с коронавирусом, появился в Дагестане. Десятки дворов изменили свой облик. Мэр столицы Салман Дадаев осмотрел городские объекты, благоустроенные в рамках реализации федеральных программ. Хранитель истории быта. Мельница и кузница, жители Ахтынского района почти 100 лет. Одели все из жизни материали наших коллег. Первый в мире памятник создателям вакцины от коронавируса открыли в Дагестане. Мемориальный комплекс, символизирующий подвиг ученых и врачей, появился на территории санатория журавли. Три скульптуры медиков стоят перед мраморным панном, на котором изображены летящие журавли. Они знаменуют созданные вакцины. Также в память о врачах, отдавших свою жизнь за борьбу с вирусом, разбит сквер. Идея установить монумент принадлежит руководству центра. У нас есть с вами одна возможность донести до людей, что есть возможность побороть эту болезнь. Это только вакцинация. И сегодня каждый должен сделать выбор для себя, что вакцинация – это путь к спасению. И выбор для себя в пользу здоровья. И мне бы хотелось эти белые розы положить к ногам людей в белых халатах. Минздрав в республике набирает врачей и фельдшеров на работу. 24 сентября с 14 до 17 часов в Минздраве пройдет день открытых дверей для трудоустройства медиков по программе «Земский доктор» или «Фельдшер». Каждый желающий начать работать в сельской местности или малых городах сможет лично ознакомиться с вакантными местами в республике и встретиться с главными врачами учреждений. При себе нужно иметь документы об образовании, диплом, сертификат специалиста и свидетельство об аккредитации. Возраст участников не ограничен. Напомню, участие в программе «Земский доктор» предусматривает единовременную выплату врачам в размере от 1 до 1,5 миллионов рублей. Программа «Земский фельдшер» также предусматривает весомую поддержку от государства. Для того, чтобы участвовать в этой программе, надо сменить место работы, то есть населенный пункт, в котором работал доктор. То есть переехать из одного населенного пункта, трудоустроиться по специальности в другой населенный пункт, сельскую местность и получить соответствующие выплаты. При этом в обязательном порядке необходимо отработать не менее пяти лет. Конечно, у нас идет острая нехватка таких специалистов, как участковые терапевты, участковые педиатры, это врачи-реаниматологи, это хирурги, это врачи-рентгенологи. То есть это те специальности, которые очень востребованы в сельской местности. Эксперты травматологии из Кургана осмотрели более 500 пациентов. На бесплатный прием к ведущим ортопедам-травматологам смогли попасть взрослые и дети с различной патологией опорно-двигательного аппарата. Для каждого больного подбиралась индивидуальная тактика лечения и при необходимости приглашались на операцию в Курган. Консультация проводилась в Дербентском медицинском колледже имени Гавриила Елизарова. Для жителей Дербента встречи стали традиционными, так как специалисты центра Елизарова посещают его регулярно уже на протяжении последних двух лет. Работе врачей активно помогали студенты-волонтеры. Прием вели одновременно 11 специалистов. В Дагестане проходит учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с сезонными рисками. Оттачивает мастерство пожарники с современной техникой. По сценарию в ходе неблагоприятных климатических явлений, сильного ливня и порывистого ветра, повалены линии электропередач, трансформаторные подстанции, повреждены газопроводы. В результате замыкания электропроводки произошло возгорание социального здания. Сложная и поучительная обстановка создана для максимального приближения к реальным чрезвычайным ситуациям. По словам специалистов МЧС, это поможет пожарным быть в полной готовности и максимально снизить возможные риски. Командно-штабные учения прошли под руководством Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. Активное благоустройство дворов. Накануне мэр Махачкалы Салман Дадаев вместе с коллегами осмотрел ряд городских объектов. Городоначальник подчеркнул важность проведения качественного ремонта, а также установки детского игрового оборудования. О проводимых работах в нашем следующем сюжете. Во дворе домов по улице Ирчи Казака настоящий праздник. В день торжественного открытия царила теплая атмосфера. Ведь теперь вместо старого дома появился новый и благоустроенный. При проведении работ были учтены интересы всех возрастных категорий. Но основной акцент был сделан на досуг самых младших. У меня есть такая надежда, что так как сегодня собрались дети во дворе, так как собрались старшие, вы каждый год будете собираться в этом дворе и отмечать такой определенный праздник добрососедства. В рамках реализации федеральных программ формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году изменили облик 25 дворовых территорий. Уже завершается работа по строительству семи скверов на территории города. Посмотрите на эти контейнера и на эту контейнерную площадку. Давайте реализовывать, а эти контейнеры забирайте, и контейнерную площадку забирайте на базу, приводите в порядок, и переставляйте, и переставляйте. На заседании штаба по благоустройству отметили, что ремонту на некоторых объектах препятствуют оставшиеся во дворах единичные гаражи, в том числе затягивается перенос газовых и электрических линий. Градоначальник отметил, что очень много сигналов получают от махачкалинцев, проживающих по проспекту Гамидова. Жильцов беспокоил процесс благоустройства и незаконное присвоение земельного участка, предназначавшегося для общего пользования. Юридически он находится в собственности участного лица. Мы туда бюджетно, естественно, не имеем права закладывать. Из-за этого мы сейчас переносим, что-то делаем, конфигурацию детской площадки меняем. Там в будущем сделаем газон. Ну, в общем, эта территория, получается... По словам Салмана Дадаева, администрации города проводятся активные работы для улучшения качества жизни махачкалинцев. В том числе в этом ему помогает обратная связь с жителями города в социальных сетях. Алина Багилова, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТ Махачкала. В Махачкале продолжается снос незаконных строений. Накануне судебные приставы Кировского района привели в исполнение решение суда о принудительном сносе трех зданий. Были демонтированы объекты капитального строительства. В мероприятиях по демонтажу приняли участие специалисты управления архитектурой и градостроительства мэрии города, а также управление прокуратурой республики. Сохранить старинную мельницу и кузницу. Житель Ахтынского района Джават Ибрагимов – кузнец в третьем поколении. Мастерской, где он изредка выполняет заказы почти сто лет, а старинная мельница когда-то кормила всех сельчан. Там до сих пор мелят муку для национального лезгинского блюда. Почему мастер не бросает свое дело в материале моих коллег? Осенью и зимой тут начинает работать мельница с электрическим приводом. В конце 19 века камни для нее привезли из Азербайджана. Однако во второй половине 20 века нужды в ней стало меньше и мельницу забросили. До 60-х, до 80-х годов все местные населения свою муку мололи на этих жерновах. Все очищали свое зерно, носили там, делали себе муку и подпотребляли эту муку. А вот наши где-то 60-70-х годы с развитием, у нас тоже колхозы переводились в салхозы, с развитием советских хозяйств, просто в магазинах сколько угодно стало муки. Хоть и редко, но о мельнице сельчане вспоминают, когда им нужно перемолоть пшеницу для национального напитка «Тач». Мельник Джават долго настраивает механизм, засыпает в приемник ведро зерна и говорит, что именно благодаря старинной мельнице мука получается особенной. Бросаешь там 70 килограммов зерна, и в течение часа наша пенсора намолится. Помол, понимаете, у него ни первый, ни второй, ни третий сорт, все сорта там находятся. Вот осень, октябрь-ноябрь, зимний сезон, вот, да, совсем сильно тоже приходят, очень много там делают «Тач». Две посадим сразу. Еще, еще, еще. Но это не все. Помимо мельницы, Джават Ибрагимов работает и в кузнице. Когда-то здесь его дед и отец сковали плуги, сохи и ободья для колес. Сейчас мастер изредка выполняет заказы сельчан. Это распределитель воды. На весь квартал. На весь квартал, да. На весь квартал. И вот сюда надо делать дырку. Надо перевалить этот, а к нему нужно делать еще кронштейн. Отсюда у нас она идет на распределение. Каждый будет подключаться, два человека может подключиться, два человека обеспечены водой. Раньше кузнецы были востребованными специалистами. Они делали домашнюю утварь, инструменты, подковы для лошадей и даже ювелирные изделия. Сейчас все можно купить готовое, а серьезное занятие стало скорее увлечением. Джават признается, что работа в мастерской для него – это хобби. И в дальнейшем кузница перейдет его сыновьям. То, что я получил от своих предков, хочу оставить своим сыновьям. Пускай тоже наши сыновья приходят, работают, что-то делают. И даже недавно сделали, они два ножа сделали. А сколько сыновьям лет? Ну, им по 30. Это сделано из обоймы, почивника. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Ахтынский район. Сегодня в Махачкале в конференц-зале Федерального исследовательского центра Академии наук прошли общественно-политические гусаевские чтения. Мероприятие проходило в формате панельной дискуссии. Темой чтений стала национальная политика в современной России. На открытии мероприятия выступили приглашенные эксперты по вопросам национальной политики федерального и регионального уровня. Профильные министры из регионов СКФО. Чтение названо именем министра по делам национальности и внешним связям республики Магомед Салиха Гусаева, который трагически погиб во время теракта в Махачкале. В театре поэзии презентовали документальный фильм «Переживи». Работа журналистов ВГТРК «Дагестан» посвящена проблеме детского лейкоза. В центре внимания маленькие пациенты отделения онкогематологии. Самый главный посыл, что рак это не приговор. И об этом говорят самые главные герои нашего фильма. И яркий пример тому, к примеру, наша девочка Эльмира Курбанова, Эльвира Курбанова, которая выходит замуж, а на ее лечение собирали все республики. Я хочу добавить, что это социальный благотворительный проект. И его делали люди совершенно на безвозмездной основе. Монтажеры, операторы, режиссеры. Можно сказать, что такой вот взявшись за руки, доброе дело. В фильме реальные истории трех пациентов с разными финалами. Цель документального проекта – показать неоценимую помощь врачей, благотворителей и просто неравнодушных граждан. А самый главный посыл – диагноз «онкология не приговор». И на этом у нас все. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Всего доброго. Приятного отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова